Всем привет! Вы смотрите Универ Ньюз. Зовут меня Настасья Иванова. Сегодня в эфире. Встреча ректора КФУ Лешата Гафурова с представителями корпорации Mitsubishi Electric. В Казанском федеральном университете пройдут дни Роснефти. В КФУ прошел мастер-класс главного редактора издания «Казанский репортер» Антон Райхштадта. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров провел встречу с представителями корпорации Mitsubishi Electric. Все подробности в следующем сюжете. 26 марта в КФУ прибыла делегация представителей корпорации Mitsubishi Electric. Главным пунктом программы визита стала встреча с руководством Казанского университета во главе с ректором КФУ Ильшатом Гафуровым. В ходе встречи стороны обсудили перспективы отечественной экономики при переходе к цифровым технологиям и реализацию концепции общества 5.0. Казанский федеральный университет имеет целую сеть партнерских связей с университетами Японии. Ответственным за это направление деятельности вуза является проректор КФУ Дмитрий Таюрский. Он рассказал о достижениях в совместных исследованиях КФУ и научных центров Японии. Сейчас принятая Казанским университетом стратегия «Университет 4.0» включает в себя широкое применение цифровых технологий и объединяет все направления деятельности КФУ в единую систему. Дальнейшее обсуждение нового видения общества будущего состоялось в ходе лекции в императорском зале Казанского университета. В гостях сегодня здесь, в Казанском федеральном университете, старейшим, мощнейшим. Мы находимся в отпечатлении, несомненном, и от истории, от имен тех, которые здесь были. И, конечно же, не зная имен всех, кто здесь присутствует, но те, которые составят славу российской мировой науке будущие десятилетия. Мы сегодня будем говорить о тематике «Общество 5.0». Казанский федеральный университет движется в направлении к университету 4.0, а вот «Общество 5.0» должно появиться как результат всех перемен. Появление университета 4.0, появление индустрии 4.0 и так далее. Здесь же был рассмотрен важный вопрос. Насколько Россия подготовлена к вызовам 21 века? Глобальный масштаб носит проблемы деградации естественного интеллекта. Она затрагивает весь образовательный цикл. Благодаря лекции студенты КФУ узнали, как будет осуществляться цифровой переход, без которого невозможно развитие страны со всеми последствиями для безопасности, суверенитета и качества жизни. И каким видится результат этого перехода, какое общество возникнет в результате этих перемен. Валерия Муратова, Александр Юдин, Универньюс. 28 и 29 марта в Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского Федерального Университета пройдут Дни Роснефти. Целью мероприятия является развитие и укрепление сотрудничества между Роснефть и Казанским Федеральным Университетом. С 28 по 29 марта в Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского Федерального Университета будут проходить Дни Публичного Акционерного Общества Роснефть. Первый день мы представим университет, расскажем, они познакомятся с нашим научным оборудованием, лабораториями, учеными. В этот же день они прочитают несколько ключевых лекций и проведут семинары. На другой день будет представление Роснефти. Они сделают большую презентацию о том, какая компания Роснефть, чем она занимается, где работают, какие у нее цели, стратегии, всякие такие интересные вещи, чтобы люди должны знали, куда они пойдут работать. Помимо презентации компании, 29 числа совместно с Казанским Федеральным Университетом и Лондонским Империал Колледжем будет анонсирована новая магистрская программа. Мы давно мечтали об этой программе, по сути дела, и вот нам удалось в прошлом году, значит, вот появилась такая надежда, что эта программа будет, вот мы участвовали в конкурсе, и в итоге мы выиграли. И теперь эта программа будет реализовываться на базе Казанского университета и Империал Колледж, и оплачивать все будет Бритиш Петролем и Роснефть. Ну, естественно, будет огромный конкурс, наверное, поэтому мы эту программу анонсируем. В принципе, могут поступать ребята любые, то есть не только, скажем, геологи, но и химики, и физики, и математики, в принципе, и экологи на эту программу. Но немножко попозже мы вывесим примерно, так сказать, направление собеседования, экзаменов. Также магистрские дипломы данного учебного заведения котируются во всем мире, поэтому для студентов это огромная возможность дальнейшего продвижения по карьерной лестнице. Ребята будут получать стипендию на 14, то есть там все оплачено будет, то есть и проживание, и билеты, все проездные, все включено туда. То есть вот эти 5 миллионов, это весь полный пакет. Вот такая программа. Алсус Атарова, Виолетта Басова, Универ Ньюс. 26 марта Вадим Говорун, академик Федерального медицинского центра, провел лекцию по проблемам персонализированной медицины. Подробнее в следующем сюжете. 26 марта в стенах университетской клиники КОФУ прошла открытая лекция не только для работников клиники, но и для всех интересующихся развитием медицины. Лекцию в поисках модели персонализированной медицины читал Вадим Говорун, руководитель научно-клинического центра физико-химической медицины Федерального медико-биологического агентства. В своей лекции академик предлагал варианты того, как клиника КОФУ, развивая те или иные технологии, может стать наиболее конкурентоспособной в этой сфере. Важным моментом Вадим Говорун считает возрастающую информатизацию и ряд методов, которые могут пассивно поднять уровень образованности и увлеченности медика в профессию. И когда сейчас, когда развитые страны переходят к осмыслению того, что такое персональная медицина в новом формате, все начинают говорить в этой области. Кто-то говорит персональную медицину, генетику, что врачи страшно боятся, потому что генетику как-то мучили и не понимают ее на самом деле. Интересным фактом является то, что с 29 октября по 2 ноября Вадим Говорун проводил международную конференцию «Пост-геном», в рамках которой он уже читал лекции по проблемам поиска моделей персонализированной медицины. Однако по личному приглашению ректора КОФУ Ильшата Гафурова провел ее вновь. Ректор уделил внимание тому, что взаимодействие клиники КОФУ и медицинского центра Вадима Говорна является большим шагом к взаимному успешному сотрудничеству. Александра Закирова, Ленарда Влитяров, Универньюз. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации прошла встреча студентов с главным редактором издания «Казанский репортер» Антоном Райхштадтом. О том, как это происходило, в сюжете нашего корреспондента. Главный редактор издания «Казанский репортер» Антон Райхштадт провел мастер-класс для студентов Казанского федерального университета. Перед мастер-классом декан высшей школы журналистики и медиакоммуникации Леонид Толчинский поздравил студенток-фигуристок из команды «Татарстан», которые завоевали бронзу на универсиаде 2019 в Красноярске. Мы, наверное, и от своего лица, и от всей команды «Татарстан» хотим сказать огромное спасибо вам всем. Спасибо большое за приглашение, нам очень приятно. Мы постараемся дальше кататься, дальше радовать своими успехами, результатами и также не забывать про ручок. Своё же выступление Антон Райхштадт начал с рассказа о собственной деятельности. Окончил Казанский университет, начинал с введения утренней программы на канале «Эфир». Затем стал ведущим новостей, членом русского географического общества, работал заместителем директора по развитию выставочной деятельности в Казанском Кремле. И в итоге пришел к тому, что открыл собственное издание «Казанский репортер». Казанский репортер, в котором владею я и мой компаньон, и у нас нет абсолютно никаких обязательств. Поэтому мы реально, может быть, я не знаю, единственные или не единственные, может быть, через какие-то такие независимые медиа. Но вот в этой сфере мы совершенно не от того независимы. В ходе беседы с маститым журналистом студенты обсудили вопросы, касающиеся нынешнего состояния средств массовой информации в России, политической картины внутри страны, а также этики современного журналиста. Камиль Гемоздинов, Виолетта Басова, Универньюз. В Елабужском институте КФУ состоялось празднование юбилея студенческого отряда «Регион-116». Подробнее о мероприятии узнаете в нашем следующем сюжете. Студенческий педагогический отряд «Регион-116» отпраздновал свой 10-й день рождения. Праздничный концерт в честь юбилея объединил все студенческие отряды вуза. Бойцы подготовили зажигательную концертную программу, разрядили зал положительными эмоциями и представили итоги работы за прошедший год. В рамках празднования состоялось награждение командного состава, а также была проведена благотворительная ярмарка, на которой любой желающий мог приобрести атрибутику студенческих отрядов. Хотел бы пожелать «Регион-116» процветания, роста. Они и так уже молодцы, очень много различных конкурсов побеждали, побеждают, продолжают развиваться, чтобы их рост не останавливался, чтобы каждым годом в этом отряде и в этом штабе росли новые кандидаты, бойцы. За свое десятилетнее существование «Регион-116» успел добиться немалых высот. Получить звание «Лучший педагогический отряд Татарстана-2016» и «Отряд года Республики Татарстан-2017». К тому же в составе бойцов лучшие вожатые Республики Татарстан и России. Валерия Муратова, Сирена Иванова, Айдар Нурмиев, Универньюс. На этом все. Подписывайтесь на наши социальные сети и будьте всегда в курсе самых интересных новостей.